С одного удара. Вот тристый ледок. Это не лед. Лед опасен. Это в очередной раз пытались донести до отчаянных рыбаков сотрудники ГИМС и службы спасения. Рискуя жизнью, они пробирались через сугробы к рыбакам. И в нашем случае риск – это не образное выражение. Прямо на протоптанной дорожке рыбаков под воду в ходе рейда ушел сотрудник полиции. Закруппировавшись, он самостоятельно выбрался из промоины. Но телефоны и документы оказались в воде. А вот рыболовым экстремалам может повезти гораздо меньше. И из воды они просто не выберутся. ГЭС отличается чем? Это не вода очень сильным течением. Захват происходит за ноги, за все уносит человека. Даже спортивный человек в воде будет более чем уязвим. Рейд проводился на Волге в районе Саратовской ГЭС. Лед ниже плотины стабильностью не отличается, поэтому спасатели передвигались на судне на воздушной подушке. Ижора-600 – так называется универсальный транспорт, который может перемещаться по льду, снегу, воде и сильно облегчает жизнь спасателям. Беспрепятственно преодолев снежный завал, судно вышло на лед Нижнего Бьефа. Еще издалека было видно большое количество рыбаков. Некоторые соблюдают двухкилометровую зону и находятся на льду вне ее пределов. С ними провели беседу и предупредили об опасности. То есть туда, если сдвигаетесь, то вы административное право нарушите. Мы вот туда ходим. Для тех, на кого профилактические меры уже не действуют, были захвачены бланки протоколов полиции и рыбнадзора. Здравствуйте, государственная инспекция рыбоохраны. Двухсилометровая зона, запретная. Это мы сентябрь, но вы ловили порядка 100 метров более от плотины Саратовской ГЭС. Но для наглядности спасатели пробурили несколько лунок и показали опасность слоеного льда. 25 сантиметров. И рыхлый. Такой, но он слоеный. Опытные рыбаки стараются соблюдать правила безопасности. Средство безопасности есть веревка? Есть. Ну веревка есть 15 метров. Ну и хорошо. И спасательная есть, это уже хорошо. Ладно, всего хорошего вам, не пуха, ребята. Заслышав рев мотора аэролодки, многие рыбаки, нарушившие запретную зону, постарались ретироваться, но пешему не тягаться со скоростным судном. Тем более на вольской стороне их уже заприметил рыбнадзор. Площина у нас полностью от берега Голоковского вот сюда до вот этих пусководных линий вольского района. Ну а чтобы нарушение закрепилось в памяти рыболовов, инспектор ГИМС напомнил им о реальных случаях с пострадавшими. Был у нас случай, когда рыбаков ушли на ту сторону, перешли напротив старой пристани, а вернуться уже не сумели. Один провалился и утонул, другого еле-еле достали. Мы много наловили рыбы, но смысл этой рыбы уже совершенно потерял. Это понятно. Были граждане, которые решили уйти от ответственности и побросали рыбу прямо на лёд. Однако от наказания их это не избавило, поскольку нахождение в запретной зоне на льду уже само по себе нарушение. Сотрудник полиции составил на них протоколы. Находясь в прибрежной зоне, любители зимней рыбалки особенно рискуют. Непрочный и многослойный лёд может в любой момент преподнести сюрприз с плачевным исходом. Находите места более доступные для этих целей и законные. Как говорится, техника безопасности написана кровью. Надеемся, и наш сюжет заставит любителей пройтись по льду, задуматься. И хотелось бы обратить внимание руководства полиции, что при такой опасной работе у сотрудников, на наш взгляд, просто обязаны быть непромокаемые костюмы поплавки, чтобы они не подвергали себе опасности, спасая других. Сегодня нами совместно с инспектором ГИС и служб спасения был проведен профилактический рейд на акватории реки Волга Нижнего Убьефа в запретной зоне плотины Саратовской ГЭС. Это статья 30.32.1 правил Ворско-Каспийского рыбхозяйственного бассейна. Лов рыбы в запретной зоне ГЭС. То есть это 2 километра от плотины Саратовской ГЭС. Лёд очень тонкий, до многих доводили. И сейчас хотелось бы обратиться. Он несколько слойный. Три, нескольких слоев там на верхнем ВИФе. Настоящий лёд в пределах 5, максимум 15 сантиметров. Распаление льда, если будут погодные условия, произойдёт. Скорее всего, с большой долей вероятности, очень быстро. И опасность нахождения на льду, на мой взгляд, будет вот прям самыми первыми признаками потепления. Население, всегда выходя на любительский лов, подлёдный лов рыбы. Помнила о своих близких и не гналась за этим самым. Может быть, для них последним окуньком. Проводили рейд при помощи техники «Ижоры-600», которая нам помогает и в тяжелых ситуациях, и в таких профилактических рейдах. Привлекалась она у нас не часто, но осуществляли поиск двух человек, которые ушли из Балаково в Пугачёв в ночное время и заблудились в полях. Была приличная данная техника, и люди благополучно были обнаружены и доставлены к месту своего пребывания.